Тихой ночи Что с ними делать? На сайте Backrooms Wiki в качестве уровней нередко добавляются всякие бесконечные леса, города, водные уровни. Не слишком ли это ломает лиминальную затею? В лиминальных архивах нашли довольно интересное решение этой проблемы. Там написано, что существуют отдельные лиминальные системы, миры полностью изолированы друг от друга. Самая крупная из таких систем это конечно же сам Backrooms. Те самые бесконечные коридоры и комнаты. Больше всего шансов у путника попасть именно туда и вечно бродить среди пустых помещений. Но существует и нечто иное. Можно оказаться и в совершенно других реальностях. И на данный момент таких помимо Backrooms'а существует пять. На них мы сегодня кратко и посмотрим. Иногда бывает так, что человек ближе к ночи садится в вагон метро в надежде успеть домой на последнем поезде. Поначалу все выглядит нормально, разве что перегон между станциями кажется слишком длинным. Состав едет уже минут 15, а следующей станции все нет. Вскоре электричка все же замедляется и совсем останавливается. Двери открываются и за ними оказывается совершенно незнакомая станция, которой вроде бы даже не должно быть. Поезд никуда не едет и озадаченный пассажир выходит из вагона. Двери за ним сразу закрываются, а в глаза бросается странное освещение станции. Часть перона залита темно-синим светом, другая покрыта непроглядным мраком, в котором, кажется, кто-то время от времени шевелится. Тех, кто отходил от синих фонарей, слишком далеко больше никто не видел. Говорят, их утаскивали существа в темноте, которые, по слухам, то ли просто монстры, то ли разумные существа, являющиеся местным населением и обращающие людей в рабство. Все, кто мог рассказать, что с ними вообще произошло, не отходя от синих огней, дожидались, когда поезд уедет по тоннелям, и пешком добирались до других станций. Так они и попадали в реальность метро. В целом, тут у нас что-то похожее на Бэгрумс, только в стилистике подземки. Бесконечная вереница тоннелей и станций. Сообщество выживших, опасные места и аномалии. Идея в целом простая, если текст по закулисье описывает станции, тоннели или поезда. Он относится к этому миру. На данный момент это самые неисследованные из лиминальных систем. Выжившие написали там всего 4 отчета. Так что посмотрим на другие. Чуть больше информации у нас есть про лиминальную систему, известную как Алая система. Попасть туда можно просто путешествуя по обезлюдным полям в какой-нибудь оставленной людьми сельской местности. Внезапно можно заметить, что вечернее небо приобрело какие-то алые отблески. А полевые растения стали как будто выше. Пройдя несколько километров, путник начинает замечать другие странности. Ему будут попадаться заброшенные машины из здания. Нетипичные для места и времени его жизни. Как будто бы из разных эпох и культур. Попав на это место, не стоит ослабляться. Ведь иногда тут встречаются монстры. Рассказывают о тенях с красными глазами и агрессивных племенах одичавших людей. Также тут есть такое явление, как красные свечения. Никто из тех, кто мог рассказать свою историю, не подходили к нему. Известно лишь, что оттуда исходит радиопередача с разными страшными звуками. Крики страдающих людей, лязги и грохот. Все это свечение передает в эфир. Поля лучше покинуть как можно скорее. Благо сделать это нетрудно. Надо лишь найти вход в лес. Опасные существа с полей сюда заходят редко. А местная фауна похожа на обычных животных. Впрочем, не все из них безобидны. Шестиногие волки и огромные медведи все же не слишком дружелюбны. На окраине леса живет как минимум три сообщества выживших. Занимающихся сельским хозяйством, охотой и рыболовством. И сбором пригодных для использования предметов в алых полях. Эти люди обычно рады новичкам и охотно принимают новую пару рабочих рук. И как правило, они не заходят вглубь леса. По слухам того, кто зайдет в чащу, слишком далеко лес изменит. И превратит в одно из своих существ. Тех самых монстров, которые бродят по полям и лесной опушке. Только одна из известных тропинок достаточно безопасна. И по ней можно пройти до алой пустыни. В какой-то момент лес заканчивается и сразу за ним начинается необъятная пустыня. В которой в любое время горит красная луна. Какая-либо жизнь тут крайне редка. И найти воду так вообще практически невозможно. Потому экспедиции сюда случаются нечасто. Говорят, что где-то на границе леса и пустыни можно встретить огромный кристаллический дворец. Являющийся домом для могущественного существа, именуемого ведьмой. Сейчас он служит ей скорее могилой. Так как истории о кристаллическом царстве живут, наверное, так же давно, как и старейшие обитатели этого мира. Эти старцы и рассказывают, что ведьма прокляла это измерение в предсмертной агонии. Идея этой лиминальной системы тоже понятна. Это разные опасные места в дикой природе. Более удачливые посетители заброшенных полей могут попасть в другой мир. В чем-то похожий на предыдущий, но менее опасный. Срединные земли. Идя полюса и повернув куда-то не туда, путник может заметить странное. Откуда-то появились скалы, а лес сам по себе начал напоминать лабиринт. Повсюду тут пещеры, какие-то расщелины и множество извилистых тропинок. Со стенами в виде непроходимого леса. В целом, Срединные земли достаточно хорошо описаны. Тут уже 10 довольно больших статей. Много разных мест и существ. Но как по мне, тут уровни сильнее всего выпадающие из идеи лиминальных пространств. Это в основном фэнтезийный мир, показанный в формате отчетов попавших в Бекрамса людей. Тут есть даже карта с местными странами и королевствами. И само название напоминает Средиземье Толкина. Какой-то этот иссякай совсем не лиминальный. Так что перейдем к следующему миру. Забравшись в какие-нибудь промышленные руины и найдя там неприметную лесенку, можно внезапно обнаружить, что поднимаешься заметно дольше и выше, чем здание могло бы быть. Решив спуститься, вдруг обнаруживаешь, что спуск также продолжается хоть целую вечность. Так происходит перемещение в реальность башни. Сообщают, что в башне существует не менее 78 этажей. Это только те, до которых удалось хоть кому-то добраться. На некоторых этажах стоят странного вида шумные машины и горит свет. На некоторых совершенно пусто и темно. Исследование башни затруднено тем, что выше 25 этажа и ниже минус 21, пространство заполняет объемная тьма, похожая на какой-то туман. И чем дальше двигаешься в нее, тем бесполезнее становятся приборы для освещения. В какой-то момент даже самый мощный фонарь начинает освещать максимум на вытянутую руку. Большинство уровней тут представляют собой круглые помещения, заваленные разным хламом. Но на некоторых этажах можно найти переход в коридор длиной примерно в сотни метров, каждая из которых заканчивается стеной. То есть эта башня окружена цилиндром, в котором есть несколько видимых из окон отверстий. Через них, вероятно, можно попасть во внешний мир, но это еще никому не удавалось. Иногда во время обследования этажей и коридоров путники натыкаются на двери, ведущие в довольно необычные места. На седьмом уровне нашли переход в крупную пещеру, внутри которой путники увидели множество склепов с давно истлевшими скелетами. Кроме костей там лежали книги на неизвестном языке, разная утварь, старинное оружие, похожее на мечи, а также подобие ружей и просто горы пепла. Было похоже на то, как если бы кто-то похоронил целую цивилизацию. Исследуя систему тоннелей, путники нашли еще и одичавшее местное население, а также разных враждебных аномальных сущностей. В общем, не заскучаешь, ружья и мечи пригодились. На других этажах башни нашлись переходы в разные другие места. Тяжелая железная дверь на минус четвертом этаже внезапно открылась в огромную пустыню, в которой помимо песчаных дюн можно было увидеть только ржавые металлические башни. Большинство из них были заполнены горами ржавчины, но некоторые путники предположили, что это остатки высокоразвитой цивилизации. Башни оказались, впрочем, только поверхностными сооружениями. Путники обнаружили, что под ними, под землей, находятся целые города. Такие же, впрочем, заброшенные. Их исследования и изучения обитателей башни посвятили немало времени. Затем на разных уровнях открылись еще двери, и обе они вели к руинам, захоронениям и одичавшим мирам. Одна из дверей открылась даже в подобии внешнего мира, где вместо людей в домах жили силуэты. Некоторые обитатели башни даже предположили, что они живут в неком оружии, которое и разрушило все эти миры. Может быть, это и так. А для нас суть мира башни в том, что с ним соединяются все измерения, представляющие собой заброшенные города и руины. И, наконец, последний, самый крупный из лиминальных миров называется Таласа. Он содержит всевозможные реальности и уровни, связанные с мореплаванием. Случайно в него попасть практически нереально, потому что переходы туда находятся в ледяных пещерах, среди айсбергов и арктических снежных пустынь. В этом случае путнику предстоит преодолеть огромный ледяной лабиринт, в котором большинство ожидает холодная смерть. Тела замерзших путников встречаются тут довольно часто. Говорят даже, что в лабиринтах можно найти целый замерзший город, но лучше не заниматься его поисками, а искать выход. По другую сторону снежного лабиринта будет голая тундра, простирающаяся на многие километры. Она наполняется не только снегом и льдом, но и монстрами, так что путнику также не стоит тут задерживаться. Хотя сообщают, что тут есть даже какие-то поселения людей. Местные жители в основном заняты тем, чтобы пытаться построить корабль, способны отправиться в плавание по бушующему океану, к побережью которого можно выйти через тундру. Ведь только так можно попасть в открытый океан Таласа. Хотя есть немного более простой способ попасть в это измерение. Для этого нужно оказаться в Бермудском треугольнике и затеряться в его туманах. Что же ожидает путника, сумевшего попасть в Таласа? Бесконечное плавание, конечно же, по самым причудливым водным мирам. Довольно интересное, как по мне, решение превратить лиминальные уровни, сильно отличающиеся от Бекрамса, в отдельные миры, со своими правилами и свойствами. Может, какой-то из них когда-то вырастет во что-то отдельное и стоящее. Поглядим. А пока, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok